Дамы и господа, всех приветствую, меня зовут Ирия, а это новый телевизор от компании TCL Называется данная модель C655, бывает с разными диагоналями 43, 50 и 55 Это модель на 55 дюймов Это QLED TV, ну здесь не просто QLED, а здесь даже QLED Pro Очень быстрый, с офигенным звуком, ребят, здесь даже есть сабвуфер В телевизоре установлена Hi-Fi система от Onkyo Ну и давайте пробежимся по основным фишкам, которые я здесь выделил Вот буквально сказал и еще раз повторю, потому что звук здесь достойный Система 2.1 стоит с сабвуфером, и по факту это ощущается Когда ты запускаешь, ну, к примеру, какие-то музыкальные композиции здесь, видео открываешь Чувствуешь глубину Во-вторых, операционная система Google TV открывает для нас вообще все двери Ставь любые приложения, делай что хочешь, голосовой помощник есть Просто сказал, какая за-то погода в Москве Ну и плюс можно искать всевозможные видео, информацию в интернете и так далее При помощи голосового стента Значит, поставим любые приложения, какие захотели Здесь 32 гигабайта памяти уже будет встроено Ну и конечно же, сейчас мы на каждом шагу услышим AI, искусственный интеллект и так далее Здесь не исключение, ребят, все в ногу со временем Здесь тоже есть такие фишки Здесь стоит процессор AI PQ Pro Это процессор обработки качества изображения с искусственным интеллектом Ну, конечно, простым языком, ты получаешь лучшую картинку по четкости, контрастности и яркости Ну и тоже сразу технологии AI цвет, AI контраст и AI HDR Плюс также есть алгоритмы AI движения, AI изображения и AI четкости То есть телевизор сам понимает, что он тебе показывает И подстраивает изображение, чтобы ты получал максимально четкую, сочную картинку Плюс тут еще есть технологии T-Screen Pro То есть увеличение контрастности в 5 раз Помните, как раз времена были, когда, знаешь, телевизоры выходили с 3D, значит, очки, все дела Сейчас этого ничего уже нету Все пошло на то, чтобы телевизор у тебя был, в принципе, как можно сказать Да, умный, с операционной системой ты мог ставить любые свои проложения, какие тебе нужны Изображение важно Защита зрения, понятное дело Но и проработка темных сцен и вообще четкость, яркость и так далее Сейчас вот как раз на все вот это делается упор Ну и, конечно же, на быстроту вообще работы самого телевизора, операционной системы Потому что здесь, ребят, ну, это прикольно Реально очень шустрый, быстрый телевизор Менюшку мы чуть попозже посмотрим с вами Угол обзора Ну, я бы сказал, что вообще примерно 180 градусов Потому что я даже вот отсюда вижу, в принципе, что здесь находится Ну, так заявлено 178 градусов Ну, и то, и получается такие стандартные значения для любого телевизора Отсутствие ореолов, защита от бликов, насколько это возможно То есть здесь поверхность, конечно, не то, что там прям матовая Соответственно, вы вот сейчас на вот эту камеру смотрите, не видите У меня там открыто окно Я, понятное дело, что отсюда я вижу окно Но максимально, насколько это можно Когда ты сидишь перед телевизором, пожалуйста И тоже, насколько это можно сделать, защиту от бликов, здесь это есть Также, конечно, стоит упомянуть, что здесь сделано все по стандарту DCI-P3 То есть здесь охват до 95% Как раз цветовой палитры, ярких точных цветов И вот здесь, благодаря использованию технологии квантовых точек Раскрывается более 1 миллиарда оттенков ярких и точных цветов Как раз и обеспечивается вот эти 95% Тут есть такое интересное значение, на сайте написано То есть Delta I здесь меньше 0,99 Вот эта вот Delta I метрика для понимания того, как человеческий вообще глаз воспринимает цветовые различия Ну, более низкие значения Delta I указывают на большую точность И вот как раз профессиональная точность цветопередачи, она 0,99 Здесь как раз так И вот обеспечиваются лучшие оптические свойства И гарантируется, что там цвета на экране будут такими же, как в реальности Яркость здесь увеличена на 25% При помощи использования квантовых точек, конечно же Здесь тоже применяется автоматический режим низкой задержки Называется он ALM Сокращает время отвлека примерно до 5,5 миллисекунд И вот такой режим здесь установлен уже по умолчанию Сокращается время отвлека примерно до 5,67 миллисекунд Если вы собираетесь играть, пожалуйста, этот телек как раз и для игр тоже создан Так, ладно, что вы устали, наверное, от технологии? А то я вам тут это все заливаю Давайте более приземленные Значит, очень удобный пульт дистанционного управления, ребят Кайфовый, он не маленький, как вы видите Он довольно-таки большой, вытянутый Очень хорошо нажимаются клавиши Не составляет труда пальцу просто ходить по кнопочкам, нажимать Класс Захотел какой-нибудь контент посмотреть Понятное дело, что поддерживается HDR HDR10 Это можно и в онлайн сервисах видео включить Либо если у тебя есть, к примеру, какой-нибудь хороший там Blu-ray плеер Дисочек вставил, получил полный кайф Пожалуйста, если у тебя есть контент с HDR, телек это воспроизведет По звуку уже говорил, но в дополнение скажу, что Dolby Atmos поддерживает DTS HD, DTS Virtual X Заявлено, что да, игровой режим есть, режим нежной задержки И до 120 Гц может работать, но при этом может проседать именно разрешение Есть специальный режим изображения в игре, он такой некий overlay Там все, что именно отвечает за игры Очень достойная технология защиты зрения, потому что меньше синих оттенков Ну и отсутствие мерцания Ну а теперь про внешний вид устройства Спереди вы и так увидите здоровенный 55 дюймов экран Ножки здесь металлические идут в комплекте Снизу есть надпись TCL и снизу находятся небольшие светодиоды Здесь у нас как раз принимается с пульта сигнал Есть у нас, скажем так, во всем этом сетапе два микрофона Один находится непосредственно в пульте дистанционного управления Второй находится прямо в самом телевизоре Здесь же Есть специальный ползунок, который у нас умеет включать микрофон и выключать Для чего это сделано? Можно сидеть, нажав кнопку здесь Сказать в пульте дистанционного управления В любой свой запрос Либо можно сказать так Окей, Google, какая завтра погода в Москве? Ну, соответственно В Москве завтра у вас Да-да-да-да Вот И не пользуясь пультом, просто у тебя голосовой помощник здесь есть Вот И когда тебе не нужно, это можно делать все выключить Очень мне нравится по дизайну Вот здесь вот добавили с этой стороны Premium QLED написано Прикольно шильдик выглядит Ну и задняя сторона Вы уже в этом видео видели, как она выглядит Посередине находится Как бы Сабвуфер, да Низкочастотный динамик Он защищен Пластмассой Работает, работает, ребят Могу сказать, что звучание здесь реально прикольное Довольно-таки глубокое Можно повесить на вес крепления Также выбирать его по размеру Питание находится с правой стороны Все разъемы находятся с левой стороны По разъемам все в порядке здесь будет Обычные USB 2.0 есть Есть USB 3.0, чтобы сюда накопитель подключать И смотреть, не знаю, свои там записи какие-то Прямо с накопителя жесткого диска Разъем для подключения тюльпанов Они идут в комплекте 3 HDMI, один из них поддерживает ERC Проводное подключение интернета Обычная антенна, спутниковая антенна И карточку сюда можно вставить Ну, соответственно, карточку, который расшифровщик каналов Соответственно, это у вашего ТВ-оператора надо спрашивать Ну, кто-то до сих пор покупает телевизор И пользуется кабельным телевидением А кто-то покупает телевизор И уже не подключает его никаким антеннам Потому что, как бы, все развлечения у тебя уже есть Подключил только, там, не знаю, по Wi-Fi или по проводу И все, кайфуй Что касается пульта дистанционного управления Здесь у нас, смотрите, уже будут выведены Некоторые онлайн кинотеатры Есть доступ в веб-браузер Очень все быстро работает, ребят Ну, здесь можно все, что угодно смотреть Есть у нас такая штучка, как TCL Home У нас открывается здесь приложение Ну, точнее, как Overlay Здесь мы можем управлять умным домом Если у нас какие-то устройства туда будут подключены Ну, и также здесь перейти в свою галерею Дальше все по стандарту Управление каналами Подключение обычного ТВ Выход на домашний экран, который сейчас сзади у нас И вот пятипозиционный джуйстик При помощи которого можно перемещаться Клавиша вызова голосового ассистента Так как у нас здесь Google TV стоит Есть такая вот клавиша, как твоего аккаунта Если у вас в семье несколько аккаунтов Просто подходишь, нажимаешь и меняешь аккаунт на другой Ну, и, соответственно, там уже всевозможные рекомендации и так далее меняются Что мы здесь получаем? Главная страница Из достойных вариантов, что здесь уже предлагается Изначально поддержка Apple TV Тебе не нужно отдельно покупать эту приставку Apple TV То, что раньше было Все здесь уже есть Логинишься и смотришь свои сериалы, фильмы Изначально будут предустановлены все вот эти вот приложения Также здесь дублируется управление умным домом Можно изначально выводить изображение с Android и iOS прямо сюда Дополнительно ничего покупать не надо Если нам нужно скачать приложение, мы, соответственно, можем сделать это все Либо через там, не знаю, флешку Либо прямо отсюда нажимаем либо добавить здесь, либо переходим выше и нажимаем приложение Здесь есть некий магазин приложений То есть нажимаем по категории, заходим, нажимаем, устанавливаем Ну и плюс, кстати, можете сами вот оценить, насколько быстро все это дело работает Ну, здесь и игрушки, и детям будет чем позаниматься Пожалуйста Ну, это классно Выше находится библиотека Здесь у нас уже есть купленные фильмы Ну, это именно от своего Google аккаунта они здесь будут находиться Правее перемещаемся здесь у нас настройки Соответственно, можем создать заставку Спустя какое-то время у нас будут на телевизоре красивые кадры, которые будут меняться И, соответственно, показывают нам время Также здесь полностью поддержка именно прямо Apple AirPlay Это круто Ну, я про Android уже не говорю По изображению немаловажно Давайте еще здесь у нас по настройкам Мы можем выбрать HDR, спорт, кино и игра Настройка вручную четкости, цвета, яркости, режим движения Также можно включить Можно меньше сделать, можно больше Можно даже включить, называется, специальный режим кино Типа оптимизирует картинку Будет как в Голливуде задумывалось Есть режим эксперта Здесь у нас режим RGB Баланс белого И цветовое пространство вручную можно настроить самому Также есть такие интеллектуальные настройки Здесь можно настроить режим изображения и звука То есть автоматически будет адаптироваться режим звука И также режим изображения Кстати, здесь HDMI 2.1 То есть будет вообще минимальные задержки Есть еще режим спорта Можно включить и лучше всего будет подходить для просмотра спортивной программы Вот так вот врубаем и все И можно футбол смотреть Ну а если расшифровать, то здесь будет намного ярче и насыщеннее режим цвета И улучшенная такая пространственная именно по звуку сцена Умеет определять то, что у нас подключено через HDMI В данном случае я сейчас подключил сюда свою приставку Xbox Заходим и здесь мы вот замечаем, что добавлен эксклюзивный игровой режим Здесь все технологии, которые я вам уже показывал Рассказывают нам, что включается автоматически Что включается не автоматически Здесь, как видите, довольно-таки все серьезно Как видите, здесь написано вот только при обнаружении сигнала ALM или VRR Мастер игры автоматически включается И дальше здесь будет написано, как на каждой консоли Будь то это Xbox или PlayStation Это дело включить И дальше все у нас выглядит вот так Здесь устройство наведения, можно включить У нас будет прицел Ну, плюс, как знаешь, на игровом мониторе Но это классно Режим изображения Можно FPS, оригинал То есть для каждой игры ты себе можешь выбирать то, что тебе нужно Улучшение теней Можно несколькие 6, 8, сколько их, 10, 9 9 градаций Здесь у нас написано FPS HDR сейчас выключен И дальше давайте в меню зайдем Вот так вот выглядит этот игровой режим И вот основываясь на этом Хочу сказать, что телевизор себя показал с лучшей стороны Во-первых, куча всяких технологий, которые здесь применяются Во-вторых, классное звучание благодаря 2.1 системе Третье, это если ты любишь играться на телевизоре в консоли То, пожалуйста, все для этого есть То есть не просто, как знаешь, включается игровой режим Пожалуйста, ты можешь сам настроить то, что тебе нужно Конечно, для геймеров будет вообще полностью зачет По всему остальному, ребят, классно показывает Удобное управление голосом при помощи пульта Либо прям встроенный микрофон здесь Адекватная операционная система, на которую можно поставить любое приложение Есть проводное подключение к интернету И выход оптический для аудио К примеру, мне это тоже важно Все его преимущества здесь озвучил Из минусов, что я хочу сказать Я их пока не нашел Спасибо большое, что досмотрели С вами был я До новых встреч Пока, ребят Продолжение следует...